Практическая психология Я пригласила порассуждать Анастасию Зимцову, психолога-профориентолога Настя, здравствуйте Здравствуйте, Надежда Ну что, давайте прямо начнем Наверное, сами проходили через этот путь найти себя, найти свое призвание И вот я не устаю рассказывать историю о том, что когда я еще в школе, ну это было 90-е годы Тоже у нас были тесты по профориентации У меня там вышла врач, дальше журналист, а потом психолог И я за свои 46 лет, в общем-то, выполнила все планы, которые У меня есть медицинское образование, я работала 16 лет в журналистике Сейчас я, как мне кажется, успешно практикующий клинический психолог Вы, понимая осознанно очень, что важна профессия, любимая профессия Тоже почему-то для себя выбрали, во-первых, психолог А потом еще и ушли в такую узкую направленность, это профориентолог С чем это связано? Почему вы нашли такое призвание для себя? Почему так все началось? Это, наверное, боль такая тоже моя была, какая-то детская Потому что заканчивая школу, точно так же, как и многие И те, которые, ребята, с которыми я сейчас работаю и в то время Абсолютно не знала, кто я, куда идти Тоже проходила вот всевозможные тесты в школе по профориентации По результатам там, которых я тоже была педагог, врач И что с этим делать дальше, я абсолютно не понимала И пошла на рекламу и пиар, потому что это просто звучало модно И все, вот Но я абсолютно не пожалела о том, какое у меня было первое образование Потом я все-таки спустя какие-то через тернии к звездам Через постоянное какое-то осознание себя Пришла к психологии, отучилась на нее Вот, но это была действительно такая моя боль Потому что я потеряла, можно сказать, очень много времени Своей жизни и, наверное, найдя себя раньше Я сейчас, возможно, была уже на каком-то другом уровне Нежели, допустим, я есть сейчас Вот, поэтому я очень, ну, моя миссия Я очень хочу помочь именно подросткам Вот в этот сложный период, когда экзамены Самоопределение, да? Да, самоопределение Очень хочу помочь именно с выбранной правильно профессией Ну, давайте сразу же такую ремарочку внесем, да Что не бывает лишнего образования Не бывает, абсолютно То есть, как бы, например, даже знания по пиару, да И по связям с общественностью, которую вы получили первое образование Оно вам здорово сейчас помогает, например, продвигать то направление В котором вы, ну, являетесь экспертом, правда? Да, однозначно Итак, начнем с того, что же такое профориентация Вот сейчас в современном понимании Вот часто общаясь с родителями старшеклассников Это девятый, восьмой, девятый, там, десятый, одиннадцатый класс Я спрашиваю, была ли у вас профориентация Знаете ли вообще, что такое и кто за специалист рядом с вами И чаще всего отвечают, да, там в школе что-то заполняли Да, 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 в школе проходили обязательно У меня вот там Маша будет, не знаю, агрономом, поваром, юристом Я у Маши спрашиваю, Маша, ну, и как тебе? И она, и этот ребенок сидит и спуган Да, он не понимает абсолютно Вот, и поэтому термин вообще такой, как профориентация Это не просто тест должен быть Если даже быть точной, а не только тест Потому что профориентация, она состоит именно из профориентирования Это личная консультация обязательная после прохождения теста И профдиагностика, то есть само тестирование Я тоже использую тест, естественно Но это просто как помогалка для меня Да, потому что мы все-таки отталкиваемся в профориентации от личности Однозначно И для этого необходимо не просто там, да, ответить на тесты Но и посмотреть, чтобы специалист посмотрел Какой ты психотип, да, какая у тебя нервная система Каким образом ты принимаешь решения Какие у тебя есть базовые знания Все однозначно верно, Надежда, да Потому что тест – это тест И это просто анализ каких-то ответов А все мы понимаем, да, что сегодня, например, у подростка хорошее настроение Он заполнил мне тест в одном, да, состоянии Завтра ему, там, не знаю, у него ссора с родителями И он заполнил совершенно в другом И поэтому нужно проверять, естественно, все данные, которые получены И личная консультация обязательно должна быть Итак, с какого же возраста мы с вами можем Ребенка уже вот направлять в профориентацию? Я работаю с ребятами от 13-14 лет Раньше я не советую, потому что у них до 13-14 еще слишком Мозг, во-первых, не развит именно на выбор прям дальнейшего пути Есть исключение в любом правиле Профессиональных мотиваторов там как таковых еще не созрели Да, все верно И поэтому, конечно, есть какие-то, может быть, династические семьи Когда дети прямо там уже с садика, с начальной школы Точно знают, куда идут И им это действительно нравится Ну, кому-то не нравится, это уже другой вопрос Для следующей темы эфира Вот, но Раньше не советую То есть где-то с 13-14 лет уже можно говорить О действительно выборе профессиональном Но ведь мы сейчас с вами находим такую тенденцию Как, например, сейчас уже чуть ли не с первого класса Есть там какие-то классы Класс с углубленным английским языком Мы знаем с вами целые, например, школы Где ребят берут, например, железнодорожники Будущие еще что-то То есть это ведь тоже имеет право на жизнь Конечно Потому что ребенок может попробовать пока в процессе школы И ответить себе на вопросы Вообще нравится мне это или не нравится Сделаю я это своим выбором или не сделаю Да, да, обязательно И родители, которые, например, мне пишут У кого там дети, не знаю, 7, 8, 10 лет Я просто даю им как бы такой совет Что вы объясняете просто ребенку пока в теории Суть каких-то профессий Возможно, показывайте действительно на практике Через себя, через родственников и так далее Чем занимаются люди тех или иных профессий Чтобы у них складывалось в голове понимание Зачем это Потому что некоторые, например У меня в тесте есть сфера образования И все мы понимаем, насколько она обширна сейчас Сколько новых профессий в этой сфере А ребята до сих пор думают, что сфера образования Это просто учитель в школе Преподаватель в УЗИ И воспитатель в садике И когда у них выходит сфера образования Такие, нет, только не это А когда начинаешь с ними именно объяснять Что и кто там может быть Они очень сильно удивляются И поэтому вот до 13-14 Очень, да, имеют место быть Вот такие профильные какие-то направления Просто нужно наблюдать за ребенком И не принимать решения за него Хорошо Ну вот в любом возрасте Мне кажется, сейчас спроси любого взрослого Да, все говорят Я в 18 лет Да я даже не представляла, кем я могу быть Да Ну чаще всего так И мы прямо единицы встречаем Когда говорили Ой, я там с детского садика знал Что я буду там музыкантом, врачом Там, да, педагогом, еще кем-то Я всегда говорю Вы просто счастливые люди Вы предназначение свое Вам где-то на ушко там боженька шепнуло И вы услышали это Итак, ребенок, получив Значит, сначала Вообще, как подготовить его К тому, что Мы сейчас, дорогой мой Или дорогая моя Идем с тобой к профориентологу И нам это нужно для того-то, того-то Да, потому что дети сейчас В таком возрасте, они говорят Так, не надо мне ничего Я сам решу Да То есть, как подготовить ребенку К походу на профориентацию Они же не понимают очень многие Не понимают, да Да, я сразу сначала отвечу на один вопрос Потом на другой Очень многие дети У меня идет сначала Первая консультация Вообще не про это Ну, то есть, она знакомство Мотивация на дальнейшую работу И когда дети идут ко мне Я потом просто беру от них Обратную связь И все ждут, что мама Их ведет к какой-то тетке Которая сейчас будет Их профориентировать И для них это вообще страшно И это понятие для всех Скучная профориентация Потому что все привыкли К школьной профориентации Думают, что сейчас снова Какой-то тест там заполним Ну, один даже тест на IQ Что стоит Да То есть, как бы попробовать Решить какие-то там задачи На время Это не каждый выдержит Не каждый Не каждый, абсолютно И поэтому вот Уже когда мы встречаемся Когда дети видят Что это сидит Нормальная тетка Адекватная Улыбается Спрашивает какие-то Обо мне вопросы Интересуется Искренне Ребенка И они совершенно уже другие Ко мне приходят На вторую встречу Потому что на первой Приходится действительно С некоторыми постараться Вот прям достучаться Достучаться Чтобы открыли Услышали Да И здесь как раз Вот психологические знания Очень помогают А как подготовить Если ребенок там Ни в какую не идет То, ну, во-первых Можно просто действительно Тоже искренне рассказать Что это и зачем А если не знаете То спросите меня Я вам могу написать текст И вы ребенку своему Это своими словами Расскажете Потому что не все родители Понимают Что это и зачем Это нужно Вот Просто я не вижу Другого варианта Как искренний разговор С ребенком Потому что Ребенок сам понимает Что ему это важно И даже если Родитель думает Что он ничем не занимается У меня Как многим кажется Что он у меня Просто там сидит За компьютером Ему ничего не надо На самом деле Это не так Даже самому ленивому ребенку Очень важно Понять кто он И узнать о себе Чуть больше Чем до встречи с тобой Да Поэтому я вижу Только Действительно Такой разговор Мамы Там папы Со своим ребенком Как с ребенком Которому они хотят Счастья И вот этот инструмент Для него Как тоже помогалка Такая палочка Выручалочка Которую они могут Ему дать И первая встреча Она минут 30 Наша идет Поэтому можно всячески Туда его заманить Это такая встреча Знакомства Да С своего рода И я очень практикую Режим онлайн То есть Всем Ну многие Да например Люди Особенно Консервативного Склада Они Ну мы встречаемся Лично если нужно Но те которые Все такие Ну ладно Давайте первую встречу Онлайн Потом точно лично На вторую уже даже И не идут лично Потому что в принципе Мы сейчас понимаем Что этот формат Очень удобен И он экономит И время наше Пока там Продобираешься К специалисту Да Хорошо Вот бывает так Что Ребенок Пришедший В добром расположении Духа Исследуете Первая встреча Вторая встреча Что вообще происходит На этом процессе Профориентации Прямо поэтапно Можно нам рассказать Чтобы знаешь Когда все знаешь Уже нет Нет ощущения Тревоги и страха Правда Да Да Согласна Значит поэтапно Изначально Вот как я уже сказала Это первая встреча Это знакомство Это действительно Интерес мой Да Искренний О том Как ребенок Себя может оценить Вот это очень важно Потому что Не все дети Умеют действительно Себя оценить На вопрос Вроде бы простой Да Какие у меня сильные Качества и стороны И какие у меня есть слабые Это для меня Чтобы понять Как он себя да Видит И для себя тоже Потом сильными Как можно работать Да Слабые нивелировать Или наоборот Усилять Или наоборот усилять Да В зависимости от того Насколько От ситуации И не все дети Даже могут ответить На эти вопросы И моя задача И моя задача Расположить Моя задача Показать Моя задача Дать задания Которые Замотивируют его На дальнейшую работу То есть Они Ну Настолько должны быть Интересны Чтобы он Не как в школе Его кто-то Замотивировал Это делать А чтобы он Сам себя Замотивировал На то Что ему это нужно Вот А некоторые родители Видят там Эти упражнения Достаточно легкие Но тем не менее Не каждый сталкивался С такими упражнениями Тоже делают их дома Скидывают их мне И говорят Анастасия Ну так вот Давайте посмотрите Еще у меня Совпадаю ли я С своим призванием Вот Да Дальше Следующий этап Это Ссылка На тестирование Я работаю По опробированной Методике Digital Human Я училась Специально на нее Это тоже такое Тестирование Состоящее Из 17 субтестов То есть Мне приходит По ребенку Отчет на 40 страниц Такой полноценный Действительно Отчет Анализ О всех его Заполненных ответах Я готовлюсь И дальше мы выходим Уже навстречу Вторую Что там В этих субтестах То есть Что там смотрится Там смотрятся Компетенции То есть Так называемые Soft skills У ребенка Там смотрятся То есть Современные навыки Которые есть Современные навыки Насколько развиты Да Насколько развиты В 13 лет В 15 лет Соответствуют ли они В возрастной норме Да И эти навыки Если он уже Ими овладеет То там уже Простраивается В каком направлении По профессии Он больше всего Подходит Ну как бы Нашим слушателям Нужно подробнее Объяснить Да Спасибо Надежда Большое Все верно Именно Навыки Которые Из которых уже Исходится Дальнейшее Какое-то направление Дальше мы смотрим Такие например Навыки Как социальный интеллект То есть Насколько он умеет Вступать в контакт Оценивать Насколько коммуникабелен Да коммуникабелен Дальше мы можем Там посмотреть Стрессоустойчивость Эмоциональную устойчивость Ребенка Его какое-то Именно Абстрактное мышление То есть Насколько он Именно логико Функциональные Такие связи Может устанавливать Между предметами Потому что это тоже Является основой Потом выбора профессии К примеру приведем Человек например С аналитическим мышлением И человек например Абсолютно там Творческий Творческий креативный Творческий креативный Это два Абсолютно разных Психотипа Чаще всего бывает И на их базе Мы как раз И выбираем Своё призвание Или самая профессия Да То есть Мне почему Нравится вообще Там методика Которая я работаю Там нет разделения На гуманитарий И технарий Да Как вот раньше Это было Потому что это Человек сейчас Может действительно Обладать двумя Составляющими этого Поэтому И мы это видим Да Например Среди наших коллег Да Например Человек Получивший сначала Техническое образование С таким прямо Системным мышлением Он потом может быть Хорошим психологом Психотерапевтом Там к примеру Да В направлении Там психоанализа Да Знаете Как бы Однозначно Также мы смотрим Его ценности Интересы То что он сам Может и хочет Как ему кажется Именно в плане Направлений Профессиональных И Ну еще Очень-очень много Субтестов И оценки в школе И отношения С родителями Даже мы видим И отношения родителей К каким-то профессиям То есть Это мне для того Чтобы посмотреть Что в их семье Это существует Так он все равно Ориентируется Ориентируется И это тоже нужно понимать И с этим тоже Нужно работать То есть Или все-таки Это желание Идти и быть врачом Наносное Мама говорила Что Было бы неплохо Быть врачом Или же это истинное Вызревшее уже Желание самого ребенка Да И вот насчет родителей Хотела еще добавить Что в процессе Консультации Идет работа И с родителем В том числе Потому что Очень много Встречается Именно Родители Которые хотят Ответить И сделать все За ребенка В момент консультации И к ним приходит Осознание Когда они Со стороны Как бы видят Когда есть Третий человек Они видят Со стороны Что они так делают И я вижу В их глазах Немой вопрос А что так нельзя А что так нельзя Да Вот Ну вообще Поход к профориентологу Да и к психологу Тоже Да Если например Это совместная Семейная система идет Это всегда Сплошное открытие Я бы так сказала Согласна полностью Это всегда Такая Своего рода Какая-то Трансформация И внутренняя А потом Это видимо Внешними признаками Да И хорошо Когда причиной Походу К психологу И к профориентологу Это всего лишь Желание Простроить будущее Ребенка Да И было бы неплохо Чтобы ребенок Сам понимал Для чего он это делает Хорошо Давайте посмотрим Вот мы примерно Уже представили Как вы работаете В итоге Получается Что на выходе На выходе Человек Ребенок Который обратился К вам Разумеется Вместе с родителями Потому что вы Наверное до 18 лет Работаете Только с разрешения С разрешения Родителей Да Однозначно А просто Ребенок К вам не может Обратиться Нет То есть Вот этот пунктик Мы тоже с вами Должны были озвучить Обязательно Что у нас В стране Психологическая помощь А профориентация Это тоже Одно из направлений Психологической помощи Возможно Только при условии Что до 18 лет С разрешения Родителей Или опекунов Да Значит Идем дальше Что же у нас Получается В итоге Когда Ребенок К вам обратился Он прошел Все необходимые тесты Вы встретились С ним на консультации Итоговая консультация Это консультация С родителями Да И с ребенком Разумеется Да Конечно И Ребенок Выходит С четким пониманием Что у него Есть какие-то Перспективы Да Сколько чаще всего Бывают направлений Которые вы предлагаете Ему рассмотреть Направлений Профессиональных Да Мы берем Максимум Три направления В котором Можно там Найти От двух До пяти Профессий Например Касающихся Этого направления И по итогу Ребенок выходит С осознанием себя Своих личностных Особенностей И на вопрос Какие у меня Сильные Слабые стороны Он сможет Без труда Ответить И его самооценивание Уже становится На другой уровень Выходит И он выходит С четким Пониманием Если не профессии Если мы не смогли Определиться Например На консультации И он уходит С этим домой Он уходит Он уходит С четкими Направлениями Которые подходят Не просто Ему Вот потому что А они подходят Ему потому что Он такой И это ему Действительно подходит То есть я это Анализирую В любом случае И подбираю Ему просто Некий Список Профессий Которые Возможно Он не выберет Не одну Возможно Он выберет Какую-то из них Потому что Это его Как бы Следующая Домашняя работа Идет Я не могу Как и все Психологи И профориентологи Дать волшебную Таблетку Или как На шаре Как у Ванги Сказать Ты Точно будешь Врачом Да Или ты HR например Да Я не могу Так сказать И это он должен Сделать сам Методом Примерки на себя Этих профессий Я даю все Инструменты Где можно найти Посмотреть Почитать И четко прям Понять Чем занимается Этот специалист Вот А дальше Если этой работы Не хватило Вот И обычно Мы отвечаем Например Вот На этом обычно На второй консультации На вопрос На запрос Точнее С которым пришли Родители Ребенок Если нет То мы идем дальше Я составляю Индивидуальную Дорожную карту Или образовательный Маршрут Его называют Это такая Карта По которой Ребенок Просто идет Делай шаг Делай второй Делай третий То есть Мы совместно Ее составляем И это такое И целеполагание И планирование И мотивация То есть Мы выбираем Уже четко Профессию Четко Вузы И четко Делаем шаги Что нам нужно сделать Чтобы туда поступить То есть Это уже Следующий этап Все за раз Делать К сожалению Или к счастью Я считаю Что невозможно То есть Получается Что После Профориентации У нас есть Еще с вами У ребенка Есть понимание У родителей Что можно Попробовать Тут То есть Все есть Данные Конкретного Этого индивида Для того Чтобы он Например При Помановении Волшебной палочки Стал Например Врачом Или Дизайнером Но для этого Нужно Пройти Путь До Вуза Сначала И вы Этот путь Делите На Определенные Периоды На определенные Этапы Чтобы Как помогаете Подобрать Вуз А мы смотрим Во-первых Общаясь с ребенком Что ему важно И что родителю важно В Вузе То есть Для кого-то Очень важно Например Общежитие Для кого-то Именно бесплатное Бюджетное поступление То есть У всех Свои мотивы И В зависимости От этих мотивов Я выбираю Топ-5 Вузов И просто С первого По пятое место То есть Рейтинг Мы такой Выстраиваем И ребенок И родители Уже понимают Что мы точно Подойдем в первое Потому что Она нам подходит То есть И такую сводную Таблицу делаем По этим признакам Если нет То у меня есть Вот этот вариант Если уж нет То у меня есть этот И то есть У меня есть Какие-то еще Запасные варианты То есть Из всего Многообразия Опять же В зависимости От города От направлений И так далее Составляем Вот такой Топ-5 Вузов И соответственно Родители Уже потом Сами поступают Когда и ребенок Выбирают И то есть Сюда Когда например Полностью анализируете Все признаки Сюда и Проходной балл И смотрим Оценки На которые Учится ребенок И на какие он Прогнозирует Например Сколько баллов Он прогнозирует Сдать Да И смотрим Всевозможные варианты Если например Добрал такое-то Количество баллов Такое-то Обязательно Поэтому я и говорю Что это уже Следующий этап работы Потому что сначала Нам нужно Я человек Тоже такой Немного системный Мне нужно Чтобы все было Поэтапно Когда много всего В раз Нет никакой работы Результата Поэтому первый этап Это вообще Определить себя Второй этап Определить профессию А третий этап Уже определить Шаги конкретные Для достижения Вот Сколько В твоей практике Уже людей Которые Реально Услышав Своё призвание С помощью Твоей системы Реализовались Которые Уже поступили И учатся В вуз А обратную связь Собираешь ведь тоже Обратную связь Собираю Если честно скажу Ещё не так много Потому что В основном У меня ребята Лет 14 13 приходят То есть Взрослые Очень редко Но есть Вот я сейчас Хотела тоже Проговорить Вот этот момент Что вообще Профориентация Она ведь бывает Востребована И совсем не В подростковом Периоде Сколько мы встречаем Взрослых Которые говорят Что ощущение Такое Что как будто Не на своей работе Не на своей профессии Да И в любом возрасте Можно пройти Профориентацию В любом Абсолютно в любом И у меня есть И взрослые С которыми мы работаем Просто Сейчас О той методике Которой мы говорили Она всё-таки Больше для подростков Там Из 17 субтестов Все не подойдут Для взрослого Они ему будут Просто не нужны Вот Но Ради интереса Можно и Её заполнить Для просто Оценивания себя Я её тоже Эту ссылку даю И взрослым Просто посмотреть Да Что и как у них С собой Да Какие отношения И куда они тоже смотрят Но У этого нет Возраста У профориентации Да Тем более Теперь Да В связи с последними переменами Мы будем работать долго Да И должны быть в профессии Обязательно счастливыми Однозначно Я хотела проговорить О том Что Вообще Почему важно Да Чтобы у тебя была Любимая работа Вот Твоё мнение Какое Ну Во-первых Чем дольше Ты делаешь Что-то нелюбимое А работа Она же занимает Почти всё наше время Можно так сказать И это как раз Склонны Такие люди Больше к выгоранию К страхам К апатии К депрессии То есть Эти люди Действительно Несчастливы бывают На нелюбимой работе Вот эта частичка Не Постоянно А для нас Вообще Это тоже очень важно Да Человек Общество Состоящее из Несчастливых людей Да Оно опасное общество Я так считаю Оно опасное Деструктивное Да И второе для меня Что наверное Самое важное Почему Нужна любимая работа Потому что Только Когда мы занимаемся Чем-то любимым Нам нравится И хочется развиваться Нам хочется Получать новые Какие-то знания Постоянно себя Модернизировать Да Постоянно учиться Чему-то новому Это развитие И с таким человеком Действительно интересно И приятно Общаться И он И спускает Из себя Вот эту вот Любовь И появляется Какой-то Действительно Не знаю что ли Оптимизм Любовь к жизни А это прекрасно И в нашей Сейчас знания Очень устаревают Быстро Быстро То есть есть Такое понятие Как девальвация Вообще знаний Это устаревание И мы буквально Наверное Каждые 2-3 года Уже та информация Которая у нас есть Она не актуальна Вот Поэтому Работа любимая Позволяет нам Всегда быть Вот на На нужной волне На нужном уровне Каком-то развития И что немаловажно Когда мы соприкасаемся Сами с человеком Который Действительно Любит свою работу Это совсем Другой уровень Личности Обмена энергии И в то же время Для меня Вот например Люди Которые горят На работе В хорошем смысле слова Это всегда Такой Пример Которому Хочется тянуться Который радует Который тебя наполняет Даже Сейчас Мы с вами сидим Я горю От своей работы Вы надежды От своей И я чувствую Какое у нас тут В студии Жарко Жарко Отлично Ну что Психология И профориентация Вот у тебя Такое ощущение Что ты сейчас На своем месте Ты же прошла Тоже все свои Эти тесты Прошла И путь этот долгий Через терни К звездам Понимания И чем только Не занималась И где не работала Но пришла И в итоге Сейчас у нас В принципе В городе Есть человек И есть целая Система знаний Которая позволяет Другим ребятам Другим людям Кстати Вне возраста Можно так сказать Найти свое призвание Посмотреть на себя С точки зрения Какая профессия Мне больше всего Подходит По моему психотипу По моему мышлению По моей нервной системе Вообще По всем Таким Личностным характеристикам И может быть Даже можно Замечтать Мы теперь Каждые Несколько лет Можем Имеем право Как говорится Менять профессию Пожалуйста Мы сейчас будем Хотим мы этого Или нет Но будем постоянно Развиваться Надстраивая На свои Какие-то базовые Знания Какие-то новые Модули И давай Проговорим еще Момент Что не за горами Мы сейчас это видим Появляются Новые профессии И на них тоже Стоит обратить внимание Потому что Скоро Какие-то профессии Вообще уйдут В бытие Да Так что Друзья Развивайтесь Узнавайте о себе Это потрясающее Знание Если вы знаете О своей сильной стороны И своей слабой То каждый раз Вы становитесь Все лучше и лучше Сегодня мы говорили О том Что такое Профориентация Зачем она нужна Как вообще С этим Можно и нужно Жить и работать И Рассказывал нам Об этом Анастасия Зимцова Психолог Профориентолог Настя Большое спасибо вам Надежда Спасибо большое Что пригласили Да и с дебютом вас Спасибо Надеюсь Это не последняя наша встреча Это была программа Практическая психология Всем желаем Любви Здоровья И счастья До свидания Практическая психология Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Практическая психология